Региональный конкурс игры на народных инструментах Возможно, что нынешний конкурс станет для кого-то из ребят началом большого творческого пути. Лауреаты смогут принять участие в крупных всероссийских состязаниях. Но не это главное. Преподаватели музыкальных школ и училищ считают, что сейчас прежде всего необходимо возродить советскую школу поиска и отбора талантливых исполнителей. Ведь ранее во всех, даже самых отдаленных населенных пунктах работали творческие кружки. Была и возможность у воспитанников громко на всю страну заявить о себе. Поскольку я работаю в Гнесинке и в младшем звене, то есть в колледже и в старшем уже в УЗИ, вот я это вижу. То есть самые талантливые ребята приезжают из глубинки. У меня сейчас потрясающий парень, который из деревни, из-под Барнаула. То есть вот москвичей таких талантливых я не знаю. Как ни странно. То есть вот я думаю, что в глубинке сохранилось нечто, что их толкает и двигает вперед. А что касается поистине народных талантов, то Рязанская земля ими не обделена. Это доказывают и результаты различных, в том числе и всероссийских музыкальных конкурсов, где ребята из нашего региона не просто участвуют, но и умудряются побеждать. Потому что, как отмечают преподаватели детских музыкальных школ, спада интереса к занятиям у ребят нет. Родители каждый год приводят своих детей для обучения игре на баяне или балалайке. Однако проблемы все равно остаются. У нас в поселке положение в общем-то стабильное. Но проблема сейчас большая в инструментах. Вне стоимости инструментов. Стоимость такова, что люди, получающие среднюю зарплату в нашем поселке, они не в состоянии купить эти инструменты. Вот это беда. Приходится доставать какие-то старые баяны, ремонтировать, давать их в руки малышам. А малышам надо давать хорошие инструменты, а не такие. Есть и перспективные ребята. Наши ребята участвуют в конкурсах, в том числе и всероссийских и даже международных учреждений. Первый областной конкурс среди исполнителей на народных инструментах проходит в преддверии Дня Победы. Потому со сцены молодые музыканты исполняли музыку военных лет. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok